Всем привет, друзья! Многие мне советовали очень часто качать шею. Я с ними согласен. Я принимаю ваши советы. Она у меня очень тонкая. Я ее никогда не качал и ненавижу качать. Но, так как вы все говорите, и мне даже тренер сказал, что надо качать шею, так бы останавливает меня в зале. Я иду уже, выхожу из зала домой, иду. Он такой, стой-стой, куда пошел? Я такой, что типа? Он такой, шею качай. Я такой, ну ладно, как скажете. И после этого я, естественно, решил качать шею. Как вы знаете, все упражнения для шеи не особо приятные, неудобные. Это мостик, можно качать руками вот так. Это тоже неудобно, я считаю. Но, есть один удобный и приятный способ. Ну, я бы не сказал его, не назвал бы его очень сильно приятным. Но это лучше, чем остальные. Для этого способа нам понадобится, так сказать, ремень на голову. Вместо ремня я сделал вот такую вот штуку. Это обычная кепка просто. Ну, не кепка, это козырек обычный, да, от солнца. Так-то у вас башка все равно от солнечного удара убьется. Но козырек спасает от солнца. Вот, если у вас есть такой козырек, то вы сшиваете этот козырек немножко по хуже, чтобы он был, чтобы на вашу голову он очень плотно насаживался. И приделываете какие-нибудь лямки по бокам. Потому что, когда мы одеваем этот козырек, то вот сюда у нас будет привешиваться груз на низ. В виде груза у меня гантели. То есть получается вот таким вот образом. Мы просто завязываем узелок вот таким вот образом. плотно сидит у нас эта штука. Так, камера немножко подальше. Вот так вот. То есть и погнали. Конечно, лучше это делать стоя, вот так. Получилась, конечно, достаточно смешная конструкция, но очень полезная для шеи. То есть не торопимся потихонечку, потому что в шее очень много всяких важных для жизни центров. Начинаем качать шею с маленьких весов. Такого достаточно. Даже можно поменьше поставить. И каждый день понемножку увеличивать. Это в одну сторону мы качали. Сейчас оденем так же. Так. Вот так будет удобнее одеть. Так. Вот таким вот образом. И теперь будем качать в другую сторону. О, блин. Так. Вот, собственно, теперь поехали назад. Нет, слетает что-то назад. Не особо удобно с этой штукой. Надо поглубже насадить. Вот так. Так. Вот в таком духе. Еще можно качать по бокам шею. Вот таким вот образом. Упс. Уфига себе. Соскочило. Надо посильнее насаживать на башку. Это какое-то издевательство. Вот таким вот образом. Лучше придерживать. И на другую сторону тоже. Легче, конечно, ремень купить специальный для накачки шеи. Ну и так далее. Короче, я буду шею качать через день. Надеюсь, через месяц она будет классная. Посмотрим. Ну вот, друзья, вы увидели способ, как накачать шею. Поставьте лайк этому способу и этому видео. Подпишитесь на канал. И всего вам хорошего. Пока.